Всем привет! На этом курсе мы напишем игру, где будем управлять синим шариком, кружочком и убегать от красных. Есть зеленые, если мы будем съедать зеленые шарики, то наш размер будет увеличиваться кружочком, и мы сможем все больше и больше съесть шариков, чтобы выиграть. Нам необходимо провести на этом занятии некоторые настройки. Достаточно просто в Яндексе набрать слово GDK. Перейти по первой ссылочке, и мы окажемся на сайте Oracle, и можем скачать себе GDK под Oracle. Первая же кнопочка, на нее нажимаем и переходим на страничку скачивания. Здесь необходимо принять лицензии, и в зависимости от того, какая у вас система на компьютере, скачать для Mac, нажав на эту ссылку, для Linux, на верхней выбрать, и Windows 32-разрядная у вас система, или 64-разрядная. Здесь Mac, поэтому нажимаем сюда, нажимаем сохранить, и дальше по кнопочке далее, 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 по умолчанию ее устанавливаем. Все, оставляем по умолчанию. Но этого еще недостаточно, а это только комплект разработчика Java. Дальше нам нужен с вами будет комплект разработчика под Android. Для этого напишем Android SDK в строке поиска, и по первой же ссылочке опять перейдем на сайт developer.android.com, мы к нему еще будем возвращаться. Можно разрабатывать под Android Studio. Это практически полная копия той системы, на которой мы будем работать. Intel GID. Пока что мы проматываем вниз всю страничку, и предпоследняя табличка на текущий момент, это SDK Tools Only. Скачиваем для Windows, для Linux или для Mac. Нажимаем также, принимаем соглашения лицензионные, надеюсь, вы их прочитаете, и нажмем Download, чтобы их скачать. Точно так же скачиваем и устанавливаем. Запоминаем, куда они установились. И последнее, что нам потребуется, это сама среда разработки. Как я говорил, можно разбавлять под Android Studio, можно сделать поиск слова идея. В Яндексе первая же ссылка проведет нас на сайт компании JetBrains, где мы можем скачать Intel GID. Нажимаем, и нас интересует бесплатная комьюнити-версия. Как мы видим, здесь как раз есть разработка под Google Android. Что нам и необходимо. Нажимаем Download комьюнити-версию, нажимаем ОК, и ждем, пока идея установится. Скачивайте все три архива, запускайте, устанавливайте. И давайте настроим теперь идею. Запустим идею, нажмем Создать новый проект, выбираем Android и Application Module, нажимаем Enter, дадим пока что название нашей программе. Тест, только для настройки. У вас вот Project SDK будет не установлен, поэтому нужно нажать на New и пропутешествовать до той папочки, куда вы установили Android SDK на предыдущем шаге. Тогда у вас будет вот Android 19 или там другой 23 API здесь стоять. Когда установите, нажмите Next, и откроется уже сама среда разработки. Среди разработки нас могут интересовать папочки Res, ресурсы, папочка SRC, это наши исходные файлы, и Android Manifest, XML, основные настройки. Вот мы посмотрели, как код выглядит, MyActivity, как выглядит базовая верстка в Android и в XML. Но чтобы у нас все работало, необходимо скачать некоторые дополнительные вещи, поэтому запустим SDK Manager. И поставим галочки в нужных местах, смотря под какую версию, с какой версии мы будем разрабатывать. Если, например, по 19, то нам нужно поставить галочку здесь, на SDK Platform, и для System Images, если вы хотите использовать встроенный эмулятор Android, то это как мы будем делать на этом занятии. Также необходимо в папке Tools поставить две обязательные галочки на Tools и Platform Tools, и еще одну последнюю галочку напротив того API, которую мы выбрали на прошлом шаге, в данном случае если 19. Если вы будете использовать не стандартный эмулятор, то можно не скачивать System Images. Также заходим в папочку Extras, и если вы хотите запускать на своем девайсе, то Google USB Driver нам нужно будет также скачать, и Google Play Services, если будете использовать сервисы Google. Если у вас будет не 19 API, а, например, последний, под шестую версию, то есть 23 API, тогда также открывайте папочку с API 23, ставите галочку на SDK Platform, ставите на System Images галочки, если будете использовать эмулятор встроенный. Он работает довольно медленно, поэтому лучше скачать более прогрессивный BlueStack или GeniMotion, но тем не менее, если вы вставите 23, то 19 вам, скорее всего, уже не нужен, оттуда галочки можно просто снять. Нажимаем Install Packages и принимаем лицензии. Для этого выделяем слева лицензии, нажимаем Accept и кнопочку Install. Давайте в нашем приложении немножко поменяем текст для отображения и запустим его на эмуляторе. Для этого запустим ABD Manager, то есть менеджер виртуальных девайсов. Нажимаем кнопочку Plus, Create New Device и выберем любой девайс, который мы хотим эмулировать. Например, пусть будет Nexus 6. Нажимаем Next, проверяем, какой имидж мы будем использовать. Здесь мы видим, справа написано, что требуется хаксон, поэтому выберем слева, выше которой и нажмем Finish. У нас теперь появился новый виртуальный девайс Nexus 6. Ну, давайте запустим Nexus 4. На экране он здесь будет помещаться получше. Поэтому выберем Nexus 4 и запустим. Вот у нас запустился эмулятор и давайте в нем запустим нашу программу тестовую. Нажимаем на зеленую стрелочку, ждем некоторое время, пока программа скомпилируется. Будет диалог и в нем написано Yes. Начинается, что совместима версия эмулятора и ту версию, которую мы в Android Манифесте прописывали. То есть 19 API. Нажимаем Run и ждем некоторое время, пока программа установится на устройство. И мы видим, программа запустилась и Hello World отобразился на экране.